Денис Волк Сегодня была веселуха. Борода, хозяин бара и по совместительству торговец притащил откуда-то рулетку. И в стихийно образовавшемся казино кипели самые настоящие нестихийные страсти. Пару сталкеров уже выясняли отношения на улице и заставки. Один поставил, а второй, как бы сказать, упал ему на хвост. То есть поставил на ту же цифру, хотя это и не запрещено правилами, но в кругах игроков это было не принято. И вследствие этого никто так не делал. Но раз так вышло, как говорится, то уже вышло. В результате оба проиграли. И первый кинул предъяву. Завязалась драка. В этот момент в бар зашел сталкер Кун. Он был в коротком рейде и не знал о новостях в баре. Но нововведение ему очень понравилось. Он тут же втянулся в игру. И, как водится, тут же слил. Ну, то есть проиграл все, что заработал. Отошел в дальний угол. Уселся за стол. Что, не успел прийти? Уже все продул? Услышал он голос. Кун поднял голову. Увидел бывшего бандита Шпаса. Тот стоял с бутылкой водки казаки и тарелкой с нарезанной колбаской. Да, хмуро ответил Кун. Компанию составишь? Ответить нечем. Проигрался в пух. Не парься. Я угощаю. Кун кивнул головой. Шпас присел рядом. Разлил водку по стаканам. Они опрокинули огненную жидкость вовнутрь. Короче, начал Спас. Мне нужен напарник на дело. Дельце простое. Надо сходить посылку передать. Оплата не ахти, но на безрыбье и рак рыба. Ну, что, согласен? Что за посылка и кому передать? Хм, посылка? Да так, аптечки, да антирад. А передать Рамиресу? Шпас усмыхнулся. Да ведь он бандит, удивился Кун. И чё? Искренне сказал Шпас. Я бывший бандит. Но заметь, что Рамирес на этой стороне сталкеров не трогает. И других бандюков сюда не пускает. А всё почему? Почему? Да потому, что борода отстёгивает Рамиресу за охрану. Не понял. А чё непонятного-то? Я договорился с одним и с другим. Заметил, что цены немного в баре возросли. Вот эта прибыль и идёт Рамиресу. А он осуществляет охрану этой территории. И вправду Кун заметил, что за последний месяц ни одного нападения бандюков на сталкеров не произошло. А если бандиты и встречались, то они приветливо махали рукой. Был даже случай, о нём рассказывал один сталкер по кличке Омут, что он еле брёл до бара после схватки с вояками. Получил он тогда две пули и потерял сознание. Очнулся, говорит, на базе бандюков. Перевязанный, но не связанный. Оружия, правда, не было. Ну, думает, всё, хандец. А в результате бандюки довели его почти до бара. Там отдали стволы. А один, что представился Рамирес, хлопнул его по плечу и сказал, не ссы, мужик, на этой территории вас больше никто не тронет. И вправду, с тех пор ни одного бандюка тут не было. А сталкеры спокойно приходили к бармену для отдыха и торговли. Так что, согласен, уточнил Шпас. Да, ну и забыц. Тогда утром выходим в 6.00, а сейчас я спать, а ты по своему усмотрению. Но чтобы к 6.00 был как огурчик. Хорошо, кивнул Кун. Шпас снова налил, они выпили, и Шпас пошёл отдыхать. Кун ещё немного посидел и тоже пошёл в мир снов. Засыпая, он слышал, как какой-то сталкер под плохо настроенную гитару пел. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Чуть охрипшими голосами пять ребят о любви поют. ПЕСНЯ 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 Кун повернулся на другой бок и крепко уснул. Разбудил его Шпас. «Эй, встал, подъём! Родина-мать зовёт!» «Да, уже что, выходим?» «Да, тридцать минут на сборы и пошли!» До места встречи они добрались без проблем. Встречал их сам великий и ужасный главарь. Кун был немного напряжен, но когда его дружески хлопнул по плечу один из бандюков и предложил хряпнуть по пятьдесят грамм за знакомство, то Кун расслабился. Шпас с Рамиросом о чем-то переговаривались, и через час сталкеры отправились назад в бар. На армейских складах в деревне Кровососов у костра в одном из домов сидел небольшой отряд сталкеров. Старший отрядом был лидер группировки «Август Джига». Торговец группировки «Афганец» и боец «Баламут». Они шли с радара, где их нехило потрепали монолитовцы. Отправлялись в рейд они в шестером, а вот возвращалось только трое. Они зашли на базу группировки «Свобода», пополнили боекомплект, закупили еды и, во избежание лишних рассказов, сославшись на дела, решили ночевать в деревне Кровососов. «Ну, и что теперь делать будем?» спросил «Баламут», не обращаясь ни к кому. «Афганец» занимался костром, а Джига тем временем отправлял сообщение в сталкерскую сеть об уж очень резкой активности бойцов монолита на радаре. «Надо на кордон, в деревню новичков идти, людей набрать, а потом с Сидором поговорим», оторвавшись от ПДА, коротко бросил Джига. Тем временем уже сгущались сумерки. Костер разгорался, и афганец вскрыл три банки тушенки, поставил их греться у огня. Сталкеры уселись вокруг костра. В доме, в котором они решили заночевать, была одна комната. Окна были заколочены досками. Войти в дом можно было только через дверной проем. По этой причине все они сидели лицом или боком к входу, но так, чтобы им был виден вход, а их не было видно с улицы. «Здравствуйте, коллеги!» Вдруг прозвучал мягкий голос. «Не будете ли вы столь добры пустить меня к вам, чтобы я мог переночевать, а то одному как-то неохота в такую ночь оставаться и ночевать на улице?» Сталкеры переглянулись. «Назовись, кто ты!» — сказал Джига. «Я — вольный сталкер-омут. Надеюсь, что вы про меня слышали». «Слышали, проходи!» В дверном проеме появился сталкер в обычном комбинезоне «Заря». Автомат Калашникова со складным прикладом висел на плече, а в кубуре был пистолет «Беретта». «Непопулярная машинка в этих краях, но безотказная». «Разрешите мне внести небольшую долю в ваш скромный ужин», — продолжил омут и с этими словами выставил бутылку рамянского коньяка. Сталкеры переглянулись. Коньяк в этих забытых богом местах был редкостью. Омут открыл бутылку. «Давайте, коллеги, ваши фужеры и выпьем за знакомство». Сказано – сделано. Сталкеры выпили, закусили, и коньячок сделал свое дело. Языки у ребят развязались. Расскажем немного о омуте. Своё прозвище он получил за то, что и вправду в тихом омуте черти водятся. Было у него такое, он мог сидеть тихо, мирно и рассуждать о жизни, а мог резко по пустяку взорваться и наговорить всякой дерзости. «Не, ребят, всё из-за бабла», – говорил Джига. «И вообще, бабло – это воплощение зла». «А вы не за баблом сюда пришли?» – поинтересовался омут. «По-моему, за ним». «А иначе, для чего вы тут?» «Да, блин! Ну да, за баблом! Да и всё зло в мире от бабла!» «Да и сама зона – это зло, зло в своём виде. И она воплощение зла!» «Зло – это преддверие ада!» «Так что все сталкеры попадут в рай после смерти!» «Вах!» «Да ты скажи, что мы ещё и в Алхалу попадём!» «Потянувшись, подколол Джигу афганец. Тот только отмахнулся и продолжил. «Да, в рай!» «Да, потому что это нам, как после смерти, и хат не страшен!» «А вообще, что есть зона?» – вдруг спросил баламут. Все замолчали и уставились на него. «Зона?» – протянул Джига. «Ну, это деньги, артефакты! Это, ну, то место, где можно заработать бабло!» «Так можно и на большой земле заработать!» – вставил омут. «Да, можно!» «Можно!» «Ну вот, когда год без работы, то и сюда придёшь, чтобы бабла заработать!» «Вон, афганец что, от хорошей жизни сюда пошёл!» «Или ты, баламут, сколько на большой земле без работы сидел?» «А вот что для тебя зона, а? Омут!» Омут загадочно улыбнулся. «Для меня?» «Зона – это не территория. Это та проверка, в которой человек может либо выстоять, либо сломаться. Выстоит ли человек, зависит от его чувства собственного достоинства, его способности различать главные и приходящие. Я расскажу, что такое зона!» Вдруг раздался тихий уверенный голос за их спинами. Сталкеры резко обернулись, скинув оружие у стены, и на стуле, которого там не было, сидел человек, одетый в длинный чёрный бандитский плащ. Капюшон был надвинут на лицо. Автомат МП-40 мирно покоился на коленях. «Мля! Ты кто?» – крикнул Джига. «Как сюда попал?» Недоумённо вопросил омут. Баламут с афганцем только хлопали глазами от увиденного. Человек в плаще никак не отреагировал и продолжил. «Итак, зона – это живой организм, в котором физическое, то есть земные правила, не работают. Мля! Ты кто?» – передёрнул затвор автомата, – крикнул Джига. «Говори или стреляю!» «Пока ты не знаешь, кто я, то, может, и не выстрелишь. А назовусь, понёшь ещё со страха». Невозмутимо сказал неизвестный гость и продолжил. «В зоне любая фантазия приобретает норму. Тут всё перевёрнуто с ног на голову. Зона хочет изучать человека, играть с ним. И поэтому она порождает артефакты. И в зону идёте вы, сталкеры. Да и куча мародёров в надежде найти цены и разбогатить. Попадая в зону, вы думаете, что вы царь. А на самом деле зона проникает в ваши самые сокровенные уголки. В ваше подсознание. В подсознание любого человека, кто попадает сюда. И начинает на этом играть, создавая иллюзии. И всякие различные ситуации для проверки. Своей игры со сталкером. Сталкивая вас всех, сталкеров, с вашими же страхами, желаниями, амбициями. Заставляя вас переживать своё прошлое снова и снова. И в конце концов загоняет в ловушку. В виде вашего исполнителя желаний. А потом убивает, наигравшись. А если ещё не наигралась, то превращает в своего солдата. Монолитовца. Или просто в зомби. Но тут возможны варианты. В случае с монолитовцами зона предлагает свободу. Человек выбирает её, освобождаясь от всех эмоций. То есть для себя и для зоны он свободен. А для нас он превратился в зомби. Так вот, как-то вот так вот. Он замолчал. Все остальные стояли и в буквальном смысле слушали его с открытым ртом. И ещё, продолжил он, зона всегда нейтральна. Он встал и направился к выходу. Его провожали взглядом четверо сталкеров. Остановившись в дверном проёме, он продолжил. Она, зона, всегда даёт выбор. Или лживо проводит вас к тому, к чему вы и стремитесь, играя на ваших низменных чувствах. Воин плаща посмотрел на сталкеров. Они почти не двигались. Стволы автоматов смотрели в пол. Вот и всё. Удачи вам, Сталы. Благодарю за гостеприимство. Первым от всего услышанного отошёл баламут. — Ты кто? — Волк, — ответил он и шагнул в темноту за дверь. Конец первой части. Продолжение следует.